Блогер Никоглай сообщил, что он готов расстаться со своей жизнью, а инфо-цыганку Блиновскую задержали и, возможно, посадят на 10 лет. На развитие Рутюба потратят 30 миллиардов рублей, Джиган сошёлся с своей женой, Инстасамка вернулась в Россию, а Егор Крид сравнил Твич со своей бывшей. Да и по традиции, посмотрим на парочку ваших комментариев из прошлого выпуска и напомним вам нажать на колокольчик и вкладку «Все уведомления», для того, чтобы такое не пропускать. В общем, всем привет! Это Ютуб Чо Кого, расскажем тебе, кто кого и чего, а ты взамен не забудь подписаться, поставить колокольчик и погнали! Популярный блогер Никоглай сообщил, что готов расстаться с жизнью и готов бросить вызов Екатерине Мизулиной, главе Лиги Безопасного Интернета. Он обозвал её плохими словами, а также напомнил, что именно её ребята его избивали и сейчас он их ждёт в Молдове и даже указал место, где он находится. В общем, давайте его послушаем. Вот такая вот жёсткая ситуация. Ну а что вы думаете? Пишите в комментариях, а мы двигаемся дальше. Рутюб планирует потратить 30 миллиардов рублей на увеличение мощности серверов на уровне Ютуба. По подсчётам сейчас трафик Рутюб составляет лишь несколько процентов от показателей Ютуба. Да и в целом, до сих пор многие пользователи жалуются, что некоторые, скажем так, моменты вызывают отвращение. Ну, посмотрим, всему своё время. Может быть, Рутюб когда-нибудь заработает нормально. А тем временем в России продолжают бороться с инфо-цыганами, и вот, наконец-таки, Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию. И да, сейчас много в интернете постов, что Королева Марафонов обвиняют в неуплате налогов почти на 1 миллиард рублей в период с 2019 по 2021 год. Блиновская была задержана на арендованном авто, и при себе она имела авиабилеты в другую страну. А дальше выясняется, что Следственный комитет завели уголовное дело накануне, и изначально Блиновская собиралась улететь в Казахстан в 5 утра, но кто-то передал блогеру, что её хотят задержать в аэропорту, и тогда она сменила маршрут на другую страну. В час ночи Ирина отправилась в сторону Белоруссии на арендованном Майбахе, но возле Смоленска была задержана оперативниками. Кстати, СМИ пишут, что сейчас ей грозит до 10 лет тюрьмы. Да и кстати, вот что сказала Мизулина про Блиновскую на форуме безопасного интернета. Мы предупреждали, говорили, что 30 апреля последний срок подачи налоговых деклараций. Вот органы и начали работать, но сколько ещё есть таких блогеров? Джиган сошёлся со своей женой, но никому это не интересно, поэтому до свидания и следующим новостям. Да ладно, давайте их тоже послушаем. Ну что, кто-то думает, что это хайп? Да. Ну мы никогда не занимались такой роддой. Да мы помирились, недели полторы, да, наверное, назад. Если бы он появился на Днюхе, это было бы ещё более странно. А вот теперь двигаемся дальше. Инстасамка вернулась в Россию и прилетела она, скорее всего, на закрытую вечеринку Forbes по случаю ежегодного рейтинга, где её номинировали. И также Даша встретилась со своим хирургом и обсудила новую операцию, уже какую-то там по счёту непонятную, и пойдёт на сеанс своему тату-мастеру, чтобы добить татуировочки. Егор Крит сравнил Твич со своей бывшей. Он так и сказал, что Твич как твоя сумасшедшая бывшая. Сначала вам так хорошо вместе, ты любишь её, стараешься для неё, делаешь её популярнее и известнее, а потом она резко уходит. Блокирует тебя без объяснений, ко всему лишает тебя права общения с любимыми подписчиками, и это самое больное. Тупо напривав на то, сколько всего ты для неё сделал, и всё, что между вами было. Но ничего, я уже нашёл другую и намного лучшее, по скрипту. Если ты захочешь обратно, я подумаю. Вот такие вот сегодня новости. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и увидимся в следующем ролике. Всем пока.